Беседа 25.284. Матфея 7.28. И когда Иисус окончил Словасии, народ дивился учения Его. Следовательно, следовало бы, судя по тяжести предложенных заповедей и по высокости повелений, народу болезновать и прийти в уныние. Но такова была сила учителя, что он многих пленил и привел величайшее удивление, и сладостью своих слов убедил не отступать от него и тогда, когда перестал говорить. Даже и тогда, когда он уже сошел с горы, слушатели все еще не отходили, но все следовали за ним, вот сколь великую он внушил любовь к своим словам. Но они более всего удивлялись его власти, так как он свою речь говорил не от лица другого, подобно пророку Моисею, но всюду показывал, что сам имеет власть. Так, предписывая закон, он постоянно говорил, а я говорю вам, и напоминая о последнем дне, представлял себя судьею, как по отношению к наказаниям, так по отношению к наградам. Все это, кажется, должно было бы привести слушателей к смятению. В самом деле, если книжники бросали в Иисуса Христа камни и изгоняли тогда, как он уже самыми делами доказывал свою власть, то как бы кажется не соблазниться народу теперь, когда он одними только словами доказывал эту власть, и особенно когда слова эти сказаны были в самом начале, прежде, нежели он показал на опыте свою силу. И однако, с народом ничего такого не случилось. Так, когда сердце и ум бывают доброго расположения, то далеко убеждаются словами истины. Вот почему книжники соблазнялись и тогда, когда знамения возвещали о его могуществе, а теперешние слушатели, и, внимая только его учению, повиновались и следовали за ним. Это дает разуметь евангелист в своих словах. И, мол, наслушали, и ничего не прибавляли к словам его, не прерывали их, не искушали его и не искали случая уловить его, подобно фарисеям. И по окончании проповеди с удивлением следовали за ним. Обрати внимание на мудрость владыки. С каким разнообразием он устрояет пользу предстоящих, когда переходит то от чудес к словам, то от слов к чудесам. Прежде, чем зайти на гору, он исцелил многих, пролагая через тот путь проповеди. И после окончания этой продолжительной беседы, опять возвращается к чудесам, чтобы самым делом подтвердить сказанное им. Так как он учил их, как власть имеющие, то чтобы такой образ его учения не сошли исполненным тщеславие и высокомерие, он то же самое и делами подтверждает, и как имеющие власть исцеляет болезнь. Чтобы те, кто видел его таким образом учащего, не смущались уже после того, как он с такой же властью совершал и чудеса. Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Велико благоразумие и вера пришедшего. Он не прервал учения, не старался протесниться сквозь собрания, но дожидался удобного времени и подходил уже тогда, когда Христос сошел с горы. И не просто, но с великой горячностью, и, как говорит другой евангелист, пал на колени пред Ним, Марка 1.40, просит его, просит с искренней верой и с надлежащим о нем мыслями. В самом деле, прокаженный не сказал, если попросишь Бога, или если помолишься ему, но если хочешь, можешь меня очистить. Не сказал также, Господи, очисти. Но все припоручает ему. И его воля предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. А что, если мнение прокаженного скажет, было погрешительно? В таком случае Христу набежало бы его опровергнуть, изобличить и исправить. Но сделал ли он это? Нет. Но, напротив, все слова прокаженного он подкрепляет и утверждает. Потому-то и не сказал, очистись. Но хочу очистись. Так что это понятие о могуществе Христом становится уже не мнением прокаженного, но мыслью самого Христа. Апостолы не так говорили. Как? Когда весь народ изумлялся, они говорили, что вы смотрите на нас, как будто своей силой или властью сотворили мы сие, что сей ходит. Господь же, хотя часто со скромностью говорил, и притом много такого, что ниже его славы. Но здесь, чтобы утвердить мысль о своем могуществе, он говорит перед слушателями, изумляющимися его власти. «Хочу очистись». Господь же, хотя часто со скромностью говорил, и притом много такого, что ниже его славы. Но здесь, чтобы утвердить мысль о своем могуществе, он говорит перед слушателями, изумляющимися его власти. «Хочу очистись». Хотя и прежде творил многие и великие чудеса, но, как известно, таким образом никогда не говорил. Но здесь, чтобы подтвердить мнение о своей власти, как прокаженного, так и всего народа, он прибавил «хочу». Своего слова не оставил без исполнения, подтвердил его и последовавшим тотчас же делом. Если бы он несправедливо сказал и произнес Бога хуление, то делу надлежало бы разрушиться. Но теперь природа, получив повеление, повинуется. И повинуется с надлежащей и даже с большей скоростью, нежели, как говорит евангелист. Слово-то час не выражает той скорости, с какой совершилось дело. Далее спаситель не просто сказал «хочу очистись», но простер руку и прикоснулся к нему. Что особенно достойно исследования. Для чего спаситель, очищая его, хотением и словом еще прикоснулся рукою? Мне кажется, не для чего другого, как для того, чтобы тем показать, что он не подлежит закону, но выше его. И что для чистого нет ничего нечистого. Так Елисей даже не посмотрел на Неймана. И даже тогда, когда узнал, что он, не вышедший к Нейману и не прикоснувшись к нему, тем самым привел его в соблазн, и тогда, строго соблюдая закон, сам остался дома. Его послал измыться в Иордании. Но владыков доказательствует, что он исцеляет не как раб, а как Господь прикасается. Рука через прикосновение к проказе не сделалась нечистою. Между тем, тело, прокаженное от святой руки, стало чисто. Христос пришел уврачевать не только тела, но и души, возвести к истинной мудрости. Как, вводя высокий закон о безразличии пищи, не возбранял уже есть неумытыми руками, так и здесь научает, между прочим, что должно заботиться о душе. И, оставив внешнее очищение, надлежит ее очистить и страшиться проказа только душевной, которая есть грех. Телесная проказа немало не препятствует добродетели. Он сам первый прикасается к прокаженному, и никто не обвиняет его. Суд был беспристрастный, и зрители не были одержимы завистью. Потому они не только не унизили чудо, но и с удивлением признали его за истинное, будучи возбуждены их благоговение перед его непобедимой силой, его учением и делами. Далее. Из лисеев тела прокаженного Христос повелевает об этом никому не сказывать, но показаться священнику и принести дар. Пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. Некоторые утверждают, что Спаситель по той причине повелел никому ничего не сказывать, чтобы с коварным намерением не стали исследовать, точно ли прокаженный очищен от проказы. Но думать таким образом весьма безрассудно. Прокаженный не с тем был очищен, чтобы очищение было сомнительно, нет. Христос для того прокаженному повелел никому не сказывать, чтобы через это предотвратить от тщеславия и любочестия. Хотя Иисус и знал, что прокаженный не послушается, а возвестит о благодетели, но делает свое. Как же он спросит, что и в других местах повелевает исцеленным рассказывать о своем исцелении? Через это он не противоречит себе, но научает их быть благодарными, потому что и в таком случае он не повелевает прославлять самого себя, но дать славу Богу. Через прокаженного, о котором теперь говорится, Спаситель предохраняет нас от гордости и тщеславия, а через других внушает нам чувство признательности и научает во всех делах возносить хвалу Господу. Так как люди, обычно находясь в сильной болезни, вспоминают о Боге, а получив исцеление от нее, передаются беспечности, то он, повелевая и во время болезни, и во время здравия, непрестанно иметь мысли о Господа, говорит «Воздай славу Богу» Иоанна 9,24. Для чего упоминанием прокаженному Спаситель приказал показать освященнику и принести дар? Для того, чтобы исполнить закон. Он как не везде нарушал, так и не везде сохранял его, но иногда поступал так, иногда иначе. Не соблюдал законы для того, чтобы проложить путь к будущей, к высшей мудрости. Соблюдал же для того, чтобы до времени обуздать бесстыдный язык иудеев и снизойти к их слабости. И удивительно ли, что Христос таким образом поступал с самого начала, в свое благовестие, когда и апостол, получив повеление идти к язычникам для всей вселенной, отверзать дверь евангельского учения, отменить закон, обновить заповеди, прекратить все древнее. Представляется иногда соблюдающими закон, а иногда преступающими его. Но как скажешь ты слова «покажись священникам» относятся к соблюдению закона? И очень относятся. Древний закон требовал, чтобы очистившийся прокаженный не сам себе давал удостоверение очищения, но чтобы являлся перед священником и представлял ему доказательства своего очищения, и чтобы по суду священника был принимаем число чистых. Доколе священник не объявлял, что прокаженный очистился, до тех пор последний оставался еще с нечистыми вне стана. Почему? Спаситель и сказал «покажись священнику и принеси дар, какой повелел Моисей». Не сказал «принеси дар, который я повелеваю», но до времени отсылает к закону, чтобы таким образом во всем, во всех случаях заграждать уста иудеев. Именно чтобы не сказали, что он предвосхитил у священников славу. Для этого он дело совершил сам, а испытания предоставил священникам, а их определил судьями своих чудес. Таким образом, слова Христова заключают в себе такую мысль. «Я не только не хочу сопротивляться Моисею или священникам, но еще заставляю облагодетельствованных мною повиноваться им». 288. Но что значит «восвидетельство им»? В обличение, в обвинение и в доказательство, если они не захотят вразумиться. Именно, когда они скажут, мы преследуем его как соблазнителя и обманщика, как богопротивника и законопреступника, тогда, говорит Христос, ты засвидетельствуй обо мне, что я не преступник закона, потому что исцелив тебя, отсылаю к закону и на суд священников, а поступать таким образом свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним постановлениям. Если же такое соблюдение закона не могло доставить им никакой пользы, то отсюда еще более должно заключать о его уважении к закону, так как он хотя и предвидел, что они этим случаем немало не воспользуются, однако ж исполнил все то, что только зависело от него. А что он это предвидел, видно из его слов. Он не сказал для исправления их или для научения, но «восвидетельство им», то есть в обвинение, в обличение и в доказательство того, «что я все для тебя сделал, и хотя я предвидел, что они не исправятся, но, невзирая и на это, я не оставил без исполнения того, что надлежало мне сделать, а они остались пребывать в своем нечестии». Подобным же образом и в другом месте Спаситель говорит «Проповедуйте сие Евангелие во всем мире, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть во свидетельство всем языкам, которые не послушают, не поверят. Для чего же скажет ему всем и проповедовать, если не все уверуют? Для того отвечает он, чтобы видно было, что я со своей стороны исполнил все, что до меня касается, и чтобы после этого никто не мог обвинять меня в том, что он не слыхал. Самая проповедь будет свидетельствовать против таковых, и им нельзя уже будет сказать «мы не слышали», потому что слово благочестия пройдет во все концы Вселенной. «Так и мы. Представляю это, станем исполнять со своей стороны все в отношении к ближним, и всегда благодарить Бога. Преступно было бы, если бы мы на самом деле, наслаждаясь Его благодеяниями, не стали бы исповедовать Его благодати, когда при том это исповедание приносит нам великую пользу. Не Ему, ведь потребно что-либо от нас, но нам потребно все от Него. Благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем нас приближает к Нему. Если мы, воспоминая о благодеянии людей, больше воспоменяемся к ним любовью, то тем более непрестанно, воспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к заповедям Его. Потому и апостол Павел говорит «благодарите». Памятование о благодеянии и непрестанное благодарение – самое лучшее средство сохранить благорасположение к себе. Вот почему и страшное, и столь спасительное таинство, совершаемое во время наших собраний, называется Евхаристия – благодарение, потому что оно служит воспоминанием многих благодеяний и указывает на важнейшее действие промышления Божия. И через все это возбуждает нас к благодарности. В самом деле, если рождение Господа Девы есть великое чудо, и Евангелист с изумлением говорит «и все сие было», то куда, скажи мне, отнести его заклание за нас? Если только рождение его называется «сие все», то как назвать то, что он распят и пролил кровь за нас, и самого себя предложил нам в пищу и пиршество духовное? Итак, станем непрестанно благодарить его, и да предшествует это благодарение нашим словам и делам. Станем же благодарить за благодеяние, не только нам, оказанное, но и другим. Таким образом, мы в состоянии будем истребить и зависть, и утвердить любовь, и соделать ее искреннейшую. Ты уже не в состоянии будешь завидовать тем, за кого благодаришь Господа. Потому-то и священник во время предложения той жертвы повелевает нам благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующих, находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за тех, которые будут после нас. Такое благодарение освобождает нас от земли, переселяет на небо и делает из людей ангелами. И они, составив хоры, благодарят Бога за благодеяние Его к нам. Слава Вышней Богу воспевают они. И на земле мир в человеках благоволение. А какое, скажешь, имеют отношение к нам те, которые не обитают на земле и не принадлежат к числу людей? Пример их особенно должен быть для нас поучителен. Мы научаемся так любить своих соробов, чтобы и их благо почитать нашими. 290. Потому и Павел во всех посланиях своих благодарит за благо всей вселенной. Так и мы станем непрестанно благодарить Бога за свои и за чужие, за малые, за великие блага. Хотя бы дар был и мал, но он становится велик потому, что дарован Богом. Или лучше, нет малого ни одного из его даров. Не потому только, что они от Него сообщаются, но и по самому своему свойству. И не говоря уже о всех прочих благодеяниях Божьих, которые своим множеством превосходят, да сами песок превосходят. Что может сравниться с домостроительством спасения нашего? За нас, врагов своих, Бог предал того, который был для Него всего драгоценнее, единородного Сына Своего. И не только предал, но после предания предложил ищи нам Его в пищу. Он все Сам для нас сделал и даровал нам Сына Своего. И соделал нас благодарными за то через Таинство Евхаристии. Так как человек бывает в большей части неблагодарен, то Бог все относящиеся до нас принимает на Себя и совершает. И как иудеям о Своих благодеяниях Он напоминал через места, времена и празднества, так точно сделалось здесь, посредством жертвы, внушая нам непрестанное памятование о Своих благодеяниях. Таким образом, никто столько не старается сделать нас совершенными, великими и во всем благопризнательными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствует часто и против воли, еще чаще без ведома нашего. Если же это тебе кажется удивительным, то я покажу тебе, как это сбылось не над кем-либо неизвестным, но над блаженным Павлом. Этот блаженный муж премного бедствует и страдает, часто просил Бога удалить от него искушение. Однако же Бог взирал не на прошение его, а на пользу. И, показывая это, говорил, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Господь прежде, нежели открыл ему причину, благодетельствовал ему, несмотря на то, что апостол этого не хотел и не знал. Итак, велико ли его требование, когда он повелевает нам быть благодарными за такое его о нас попечение? Будем же ему покорны и всегда будем соблюдать это повеление. Иудеев ничто столько не губило, как их неблагодарность. И ничто другое, как эта именно неблагодарность, повергла их столь многих и частым казням. А что всего важнее, она же еще прежде этих казней растлила их душу. Неблагодарных, говорит премудрый, как змей. Премудрость, 16.29. Неблагодарность также делает душу нечувственную и мертвенную, как холод тела. Это происходит от гордости, от того, что почитают себя достойными благодеяния. Смиренный же будет благодарить Бога не за благо только, но и за то, что считается противным. И что бы он ни терпел, он не будет думать, что потерпел незаслуженно. Так и мы. Чем более преуспеем в добродетели, тем более станем смирять самих себя, потому что и это составляет великую добродетель. Чем острее у нас зрение, тем более познаем, как далеко мы отстоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем больше научаемся познавать, как велико расстояние между Богом и нами. А немалая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наиболее знает самого себя, кто считает себя за ничто. Вот почему и Давид, и Авраам, когда взошли на высшую степень добродетели, тогда особенно явили добродетель смирения. Авраам называл себя землей и пеплом, Бытие 18.27, а Давид – червем, Солом 21. Подобно им и все святые, почитают себя ничтожными. Напротив, кто увлекается гордостью, тот всего менее знает себя. Потому и у нас вошло в привычку говорить о гордых. Не ведает себя, не знает себя. А не знаете себя, кого будет знать? Как познавший самого себя познает все, так не знающий себя не может узнать и ничего другого. Таков был тот, который говорил, «Выше небес поставлю престол мой» Исаия 14. Не познавший самого себя, он не знал ничего другого. Но Павел не так рассуждал. Он называл себя извергом и последним из людей, и после столь многих и столь великих подвигов, совершенных им, не почитал себя даже достойным наименования апостольского. Ему-то будем ревновать и подражать. Подражать же ему мы будем в состоянии тогда только, когда освободимся от земли и от земных забот. Подлинно ничто столько не препятствует человеку познать себя, как прилипление к житейскому. И наоборот, ничто столько не побуждает его прилипать к житейским делам, как неведение самого себя. Это неведение и привязанность к мирскому зависят друг от друга. Как любящий внешнюю славу и многоуважающий настоящее благо, сколько бы ни старался, не может познать себя самого. Так, напротив, презирающий земное удобно познает самого себя, а познавший самого себя через то самое будет преуспевать и во всех других добродетелях. Итак, чтобы нам приобреть это благое знание, освободимся от всего временного, что столь сильно воспламеняет нас и познавши свою бедность, станем оказывать всевозможное смирение и любомудрие, чтобы получить нам настоящее и будущее благо, благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава и честь, со святым и благим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.